Современный вид культурного отдыха, инверсия традиционного кафе, антикафе Деканат на Дакара Яруша 18. Многие люди сейчас предпочитают проводить отдых культурно. И главное, вы здесь не увидите традиционные рюмочки, водочки с селедочкой. Здесь нет алкоголя, здесь нет табачных изделий, здесь только классные игры, приятное времяпровождение и, конечно, программа Казам. Почему Деканат? Потому что здесь молодежь, студенты. Здесь же, наверное, самый большой студенческий городок в Харькове, да? Да, да, да. Нам понравилось это место, мы его облюбовали и решили здесь открыть наш Деканат. Для ребят, чтобы им здесь было хорошо, уютно, чтобы они себя здесь чувствовали как дома. Проводили вечера познавательные. Сегодня у нас открытие, мега-крутой праздник. Мы всех вас приветствуем, друзья, и приглашаем в наше кафе. Здесь вы найдете много способов развлечься, начиная от настольных игр, заканчивая интересными видеоиграми. Также у нас каждую субботу проходят караоке-вечера в Деканате, караоке-пати. Всем приходите, будем петь вместе. Когда на улице плохая погода, или, скажем, например, сейчас зима, футбол не очень-то тепло играть, поэтому развлекаются мужчины вот таким вот мини-футболом. Как вам такой формат заведения? Великолепный формат, как раз для нас, чтобы прийти после рабочего дня, расслабиться. Мочилово, Мочилово, загрузка пошла. О, о, о. Это я что-то накладываю, или это ты? Вот сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Поехали. Все, меня убили. Несестно. В отличие от обычного кафе, сюда люди приходят не просто кофе выпить и поесть, да? Нет. Пообщаться, поиграть в игры, почитать книгу, почитать какие-то газеты. У нас есть интернет, молодой человек может прийти, сесть за компьютер. У нас комната специально есть, где компьютеры. Ну, то есть, не обязательно с собой носить там мобильное устройство какое-то, да? Нет, нет, нет. У нас здесь интернет есть, все. Даже если он пришел со своим телефоном, вай-фай, пожалуйста, все это здесь присутствует. Здесь очень хорошее кафе, очень приятный дизайн, интерьер и вообще обстановка такая домашняя получается. Мне, как маме, особенно важно то, что здесь нет спиртного, то, что я буду спокойна, когда мой ребенок будет проводить здесь время. Он будет и общаться, и учиться, если захочет, в общем-то. Сегодня рождение нового заведения. Культурная столица принимает сейчас деканат антикафе. Ваши пожелания? Чтобы больше было посетителей в этой кафе, они будут в этом кафе, потому что сам дизайн, само расположение вдохновляет. Был бы я помоложе, я бы тут проводил бы вообще времени столько, сколько можно было проводить. И не надо было работать, да? Да, да, да. У нас будет проходить акция «Подари книге вторую жизнь». Если у вас есть книги, которыми вы не пользуетесь, вы можете принести их к нам в библиотеку. Кто-то другой порадуется, почитает ее, а вы возьмете чью-то. Любые книги, даже если не модные, да, книги? Любые, любые. Я вам принесу «Преступление и наказание». Отличная книга, я ее читала. Мужик с топором этот, как его зовут? Раскольников. Раскольников, да, Раскольников. Мерзавец, бабушка. Зачем он бабушку замочил, а, гад? Ну, мне кажется, просто у человека такая тяжелая судьба, нам не понять его. Планируем здесь проводить тематические вечера. Вечера кино, может, нам даже будут ребята подсказать, что бы они хотели видеть в дальнейшем. Вечера книги, чтение, ну, в таком плане. У нас есть специальная отдельная комната, где можно проводить семинары, интернет, компьютеры, все есть. Планируем здесь проводить семинары, интернет-планируем, 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 интернет-планируем. Субтитры сделал DimaTorzok